С российского конгресса Азербайджанцев, конгресса Акиф Нуревичев. Вам слава поздравить. Поздравляю вас, всех узбеков, узбекистанцев, с этим праздником 24-й годовщиной образования независимого государства Узбекистана. Слава сейчас предоставляется с российского конгресса узбек-узбекистанцев, северного федерального округа, в Владимирском области, Камиль Бадатю Саиду. Дай Бог, чтобы все предприятия, все организации, общественные, всегда собрались в таком большом круге, ознакомились с другим другом, и трудностей, хорошим словом. Всем здоровья, удачи и праздником всех вас. Это наш губернатор, первым, что он сделал, это слово гастарбайтеру, правду из-за обращения Ивановской области. Сейчас по новой объединяемся, дай Аллах, чтобы объединились, как раньше, и трудили, и решили вместе. Сегодня для вас не секрет, как наступает Европа, Америка, я не побоюсь этих слов, «Израиль, для того, чтобы подавить исламский мир, унизить, поставить на колени. Все силы направлены на то, чтобы развалить Россию, мусульманские республики, будем говорить, в Центральной Азии, в Средней Азии. Они устроят власть между мусульманами, там они называют их нашими же братьями-мусульманами, там мусульман практически и нету. А наши молодых ребят, которые вербуют туда, они молодые, мозги еще сырые, они поддаются на такие всякие призывы. Действительно было сказано, что зомбированные люди уходят туда, они даже не доходят до этой серии, до Ливии не доходят, там же прямо на границе, при первой же стычке убиваете, и там же или закапываете, или в лучшем случае возвращают домой. Поэтому всем, всем, всех прошу такую работу, чтобы ни мальчишки, ни девчонки наши ни в коем случае не поддавались на такие уговоры. А вас с удовольствием поздравляю с этим замечательным праздником, Днем Республики Узбекистан. Узбеков мы знаем хорошо, очень гостеприимные, очень дружелюбные, очень трудолюбивые люди. Я как-то видел, как этот хлопок достается, я посмотрел на эти людей, когда они собирали этот хлопок, это на самом деле адский труд, но этот труд приносил радость этим хлопкоробам. А Иванская область, это текстильный край, это очень много хлопка сюда приходило, и здесь работали тысячи-тысячи этих ткачей и предельщиков, и узбеков было много здесь. У нас здесь были целые поселки Узбеков, если вы знаете. Там дальше есть соуход в Узбекистан, он до сих пор существует. Много молодежи из Узбекистана для поднятия нечерноземной зоны России. Здесь было очень много узбеков, если кто-то давно живет здесь, они знают. Слава предоставляем Азиатскому центру Анатолию Кмарычу, нашу Аксакалу. Я представляю Центрально-Азиатский национально-культурный центр «Азия», который объединяет выходцев из пяти республик Центральной Азии и плюс Вьетнамская диаспора. Это уникальная организация, которой, я могу сказать, вы здесь присутствуете, в Российской Федерации нет такой организации, чтобы она не было сразу столько диаспора. Проводим ряд мероприятий и областного масштаба, и городского масштаба. И Салин Чорнеевич тоже не даст собрать, тоже приглашали, присутствуют на наших мероприятиях. И везде как бы отклик идет нормально. Мы стараемся не то чтобы там конфликтовать, мы просто этого не замечаем. Вот правильно сейчас сказал Олег Балахидович, что мы запретили этот сленг. Гастабайтеры, всякое там, понаехали, чтобы вот этого не было вообще. Вот этот дом, дом национальности, видите, какой красивый. Это один из движений руководства области, которое вот просто волевым приказом подарило нашей организации всем, всем, кто есть, вот такой хороший дом. Поздравляем Алиму Ибрагиму Ахмедионовичу, руководителя представительства Северосвитского ингресса Узбекистана, Узбекистанской области. Рахмад, спасибо, слава мне, уважаемые коллеги. Я тоже хочу, как ваше слово, Мухамад, посоединяюсь и вас поздравляю и всех, которые присутствующие здесь. И от души вас тоже, всех, да, вот сегодня собрались, как это вот у вас кто-то во время, да, например, мы приехали около 700 километров, чтобы найти, и в сегодня время поддерживать Саваджану Чаревичу. Поэтому я очень благодарен, чтобы все пришли и поддерживали на наших, как говорится, трудных минут и как-то радостно делиться. Спасибо вам огромное, с праздничком, нахват. В различных собраниях, вот как и вы, бывают, но сегодня непонятно, может, из-за короткого времени для подготовительного нет ФМС, нет представителей города, администрации города, нет представителя администрации области, нет. Почему? Что мы общественники отдельно, а великие люди отдельно. Вот мы буквально недавно были в Орле, встретились с губернатором, обозначили все то, что надо обозначить и решили. Дальше на совещании, которое мы, рабочее совещание провели, приехали все структуры, и заместители, и руководители. И мы, как бы вот, беседовали у трудовых мигрантов, которые раньше было мандраж, как только видят ФМС, этого не было. Вот они все, живые люди. Задавали вопросы, почему 30 дней, почему это, почему это. И хочу попросить Салимчана Шаревича, чтобы более поплотнее он взаимодействовал с властными структурами, чтобы они были здесь. На сайте Сарасийского конгресса узбеков-узбексанцев опубликован материал из Краснодара, из Краснодарского представительства, где нашлись патриоты, русские, нерусские, там, армяне, но советские люди молодые. И они создали небольшую группу активистов и вешали, значит, в новых домах, очень интересные вешали. Значит, этот дом, значит, построен трудами, значит, узбеков, таджиков, таких-то, таких-то, таких-то перечисленных. Во втором доме тоже такой надпись, где написано «В создании строительства настоящего дома», погиб Набиев и Шухрат такой-то, такой-то год рождения, и второй. И вот она, настоящая дружба народов. Русские люди, наше краснодарское общество уже поворачивается лицом к трудовым мигрантам. Слово предоставлял армянского конгресса Артур Горбянский Гришевича. В отличие от Узбекистана, Армения мононациональным государством, он не может охвастаться многонациональностью, но всего проживая общественная национальность в Армении. Это осеницы, езиты, малакани русские, казахи и армении. Почему узбеки узбекистанцы? Я так понимаю, вы имеете в виду все народы, населяющие Узбекистан. Приятно, когда вы говорите не только о узбеках, а именно и о этнических других национальностях, которые населяют многонациональный Узбекистан. Впервые я столкнулся с узбеком, скажу так, с человеком, мой любимый боксер, вы, наверное, помните, в 70-е, конец, 80-е годы, начало, Руфат Пискиев. Это был один из моих любимых боксеров. Впервые я увидел образ узбека, скромного парка с усами, красивого. Ходил на аренду спокойно, скромные 3-4 нокдауны, спокойно стоял в углу. Это многократный учебник в Европе. У меня заслужено больше спорта. Здравствуйте. Он, между прочим, сегодня приедет передал. Спасибо. Ну, слышал много о кореях, поскольку в Ташкете в Армении много проживали в Ташкенте. И потом, когда приехали мы, значит, приехал сюда, в Россию, уже почаще пришлось сталкиваться с узбекским народом, работать, соревнованно даже соревновать, постоянно где-то бывают проблемы, где находят пример, помогают, устраивают, настраивают строительные семьи. И действительно, вот тот образ, который был виден не от Уфата и до сих пор, и кончая Алишера Муспану, который один из тех людей, который вернул 60 миллионов долларов в потолке, вернулся по Баржевску. Это все достопримечательности России. Это первый шаг был. Я думаю, узбекский народ может гордиться своими сыновьями. Вы знаете, вы часто очень упомянули слово «армяне», потому что, видимо, в силу строительного бизнеса узбеки с армянами много сталкиваются, работают друг у друга, изучают, но больше всего, скорее всего, под армянами изучают строительные индустрии. Но армянский народ давно работает в России. Колхозы, кстати, наряду с армянами чеченцы работали. Это 70-е годы. Выезжали, шабашники были армяне и чеченцы. Строили колхозы, строили солхозы. И действительно, армяне хорошие мастера. И ремонт, и все строительство. Но последние годы, с вами армянами, я думаю, не будет, но я думаю, правда, объективно подходить к вопросам. Очень много халтурить начали в связи с строительным бизнесом. Я сейчас больше с узбеками связываюсь, чем с армянами. Я в узбеке уже обучаю строительным бизнесом. Поскольку очень порядочно работают, очень порядочно делаем. Я думаю, что пора приступить, вот пора, может быть, какой-то создать центр. Я постоянно узбек не могу сказать, почему? Может, на межправительственном уровне, может, в России, может, это в Узбекистане. Сделать профессиональный кадр, создавать профессиональный каменщик, штукатурок. Именно в квалифицированных. И узбеки займут такую нишу в России. Что, типа, ну, пора не обучаться. Действительно, вот эта ниша, вот эта ниша. Народ работящий. Да, вот иногда спрашивают, что умеешь? Копать, ломать, копать, ломать. Я думаю, что настало время резко взяться за это. Копать, ломать, уйти именно профессионализм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова